Мотивация у детей к учебному процессу Важно помнить, что помимо знаний и навыков, которые получает ребёнок в процессе обучения, огромное значение имеет эмоциональный след от занятий. То есть для ребёнка, пришедшего в школу, очень важно то, какая атмосфера формируется в отношениях с учителем и родителями, то, как они реагируют на его успехи или неудачи. В этом месте ребёнок делает выводы о себе из того, как на него реагируют значимые взрослые. Стоит обратить внимание также и на то, какую мотивацию используют взрослые, положительную или отрицательную. И если взрослые постоянно опираются на отрицательную мотивацию, то и ребёнком будет движеть желание избегать наказания или увещеваний со стороны учителя. Нередко, оказавшись в первый же день в школе, ребёнок с удивлением обнаруживает, что теперь не может вести себя, как раньше, разговаривать, когда вздумается, передвигаться. И на фоне этого у ребёнка может сформироваться страх и, как следствие, всё то же избегание. То есть следует говорить с ребёнком о том, какой будет теперь режим дня уже за несколько месяцев до начала занятий в школе. Также следует помнить, что даже взрослые в условиях понуканий, постоянной критики и неоднозначных отношениях в коллективе не могут продуктивно работать длительное время. И если взрослый может просто поменять место работы, то ребёнку не всегда удаётся даже просто сформулировать свои переживания. Итак, первое, что необходимо создать, это доброжелательная атмосфера. Многие наверняка часто слышат о том, что нельзя критиковать и понукать ребёнка, постоянно тыкать на его ошибки. Это действительно так. Но давайте попробуем прояснить, что мы можем сделать в этой ситуации. Лучше всего подождать, пока ребёнок сам обнаружит свои ошибки. И если нужно, просто направлять его наводящими вопросами. Я рекомендую часто использовать простой карандаш при выполнении заданий на черновик или в подготовительных тетрадях. С помощью тёрки ребёнок сможет сам исправить свои ошибки после выполнения работы. И тогда у него будет перед глазами целостная картина того, что у него получилось. А родителям предлагаю пользоваться при проверке зелёной пастой, подчёркивая только получившиеся элементы или буквы. Так у ребёнка будет формироваться уверенность в себе и вывод о своих способностях. Да, я это смог. Когда он будет видеть, сколько у него получилось. Или если он сочтёт, что этого мало, что ему что-то не под силу. Также важно понимать, чтобы задания по уровню сложности соответствовали возможностям ребёнка. Тогда интерес справляться с этим будет поддерживаться. Эмоции, которые ребёнок испытывает и те переживания в учёбе, могут также отражаться на отношении к предмету. То есть если у ребёнка что-то получилось по математике, то он может называть это любимым предметом. И наоборот. Если он получил какую-то критику по предмету, например, по русскому языку, он будет говорить, что он не хочет его выполнять и делать ему это не нравится. Самый верный путь в тренировке к способности учиться с самого начала — это передавать инициативу и заботу о результате самому ребёнку. Подсказанные вещи или выполненные за ребёнка в лучшем случае просто запомнятся ему механически, не усвоятся им и не помогут ему в организации своего учебного процесса, не помогут ему самому преодолевать сложности освоения материала. Здесь я снова хочу вернуться к тому, что задачи и темпы выполнения должны быть комфортны для ребёнка. Также на интерес к учебному процессу влияет поддержание природной любознательности ребёнка. Помните, что любая деятельность успешна тогда, когда она делается с удовольствием. Всем хорошего настроения. До свидания.